В подмосковном пансионате Лесные Дали прошел ежегодный форум, посвященный развитию российской интернет-индустрии. По итогам прошлого года Зона.ру находится фактически на четвертом месте в мировом рейтинге национальных доменов. А Россия вышла в европейские лидеры по количеству пользователей сети. И все потому, что интернет теперь доступен жителям даже самого удаленного уголка страны. На Первом канале специально для Петербурга включение из Подмосковья. Доброе утро. Дмитрий Медведев приветствовал участников российского интернет-форума и конференции интернет и бизнес специальным видеообращением. В своей речи он коснулся актуальных тем развития интернета в России и заверил интернет-пользователей, что введения цензуры в сети не будет. Между тем, правоохранительные органы продолжат борьбу с нарушением закона в интернете. Медведев подчеркнул, глобальная сеть должна стать доступной всем без исключения. Миллионы людей в России через интернет уже покупают товары, билеты, железнодорожные, авиационные, бронируют гостиницы, заказывают различные услуги. Совсем недавно просто фантастикой это казалось. Но самое главное, что это реально делает жизнь людей комфортнее. Медведев считает, что интернет будет полезен и в деле строительства правового государства. По его мнению, основой новой электронной демократии станут сайты региональных органов власти и местного самоуправления. Площадка для обсуждения и проведения референдумов. Кстати, интернет как инструмент госуправления уже был опробован при выборах главы государства. Я думаю, что достаточно большой социальный потенциал негатива сняли технологии, которые позволили показать выборные участки. То есть все проявляют интерес к интернету, но на самом деле наша основная позиция заключается в том, позиция Российской Ассоциации электронных коммуникаций, что интернет это бизнес в первую очередь. И мы помогаем компаниям этим бизнесом заниматься. Российский интернет называют самобытным, и в этом его феномен. В Рунете все свое. Русский поисковик, электронная почтовая служба, социальные сети. Основная часть мировых пользователей сети, скажем, используют только американские ресурсы. А недавно появился первый национальный домен РФ, использующий кириллицу. Сейчас там зарегистрировано под миллион сайтов. Это, как правило, владельцы небольшого бизнеса. Туристические агентства, строительные материалы продают ребята, камины изготавливают, какие-то кованые решетки. То есть бизнес, который вот такой, он совершенно бытовой. Ну плюс, конечно же, не надо забывать, что у нас есть президент РФ и правительство РФ, которые тоже, так сказать, активно используются. Доверие пользователей к тем или иным сервисам Рунета несложно оценить по экономическим показателям развития определенной сферы интернет-бизнеса. Рынок электронной торговли и электронных платежей сейчас один из самых быстро растущих. И это говорит само за себя. Доверие интернет-пользователей и россиян в целом к электронной коммерции достаточно высоко. Активно развивается интернет-маркетинг. В сети, как и в обычном магазине, все для клиента. Электронный магазин все равно должен, прежде всего, думать о том, как эффективно взаимодействовать с этим клиентом, как видеть его и понимать, чувствовать его болисть, таковое есть, его желания, его нужды, его какие-то там, возможно, мечты предугадывая, их исполнять. Пускай там не мечты большого характера, да, но там мечты на уровне потребительской корзины, грубо говоря. Поэтому электронная коммерция – это прежде всего коммерция, это прежде всего про торговлю. Крупные кроки интернет-бизнеса еще несколько лет назад пришли к пониманию, что в онлайн-торговле важно не только улучшать и делать логически понятным свой ресурс, но и общаться с клиентом. Разработчики придумали нехитрый сервис онлайн-консультации. Заходишь на сайт и можешь задать любой вопрос оператору, мгновенно получив ответ. Что-то вроде всем известной Аськи. Вот только этот сервис – инструмент бизнеса, который помогает проанализировать поведение клиента на сайте и даже его удержать. Вы искали в Яндексе телефон Nokia, а ваш сайт занимается продажей телефона. И наша система определяет этого пользователя, что он пришел по запрошу телефон Nokia, и вы даете им автоматическое сообщение. Здравствуйте, я вижу, вас интересует телефон Nokia N78, давайте я вас проконсультирую по этому вопросу. То есть тем самым наш сервис делает некий аналог офлайн-магазина. Потому что когда вы приходите в магазин, к вам подходит какой-то консультант и предлагает вам помощь в выборе товара, размеры и так далее. То же самое наша система помогает сделать и сайт. В прошлом году общий доход от интернет-продаж в России составил 310 миллиардов рублей. В эту сумму не вошли доходы от купонных сервисов, бронирования гостиницы и оплаты мобильной связи. Основная масса секций и круглых столов форума была посвящена именно развитию интернет-бизнеса. Но сама глобальная сеть становится более социальной. О ключевых моментах ее развития и о безопасности в интернете смотрите через полчаса, 8.35 на Первом канале. Игорь Цижунов, Олег Подьячев, Александр Высоких и Андрей Клемешов. Первый канал. Петербург.